Здравствуйте! На канале Заречный информационная программа новости в студии Светланы Теплухиной. В начале выпуска коротко о главных темах. В Заречном готовится депортация неофициальных символов города – лосей. Мы действительно обратились в Минлесхоз с предложением о том, чтобы они наделили нас полномочиями. Хорошее настроение маленьким пациентам. Творческая мастерская «Чудо-дерево» приехала в детскую больницу. Очень здорово осознавать, что ты приходишь к детям и можешь подарить им хотя бы маленькую частичку счастья. Не расстанусь с комсомолом. Комсомольцы 80-х отметили 95-ю годовщину создания Коммунистического союза молодежи. То время, которое прошло, я считаю, не зря было прожито. В общем, занимались мы, я считаю, настоящим делом. И далее обо всем подробнее. Сколько денег будет заложено в городской бюджет на финансирование образования? Чтобы определить размеры необходимых средств, глава администрации города посетит все образовательные учреждения Заречного. Сегодня мэр побывал в четвертом и четырнадцатом детских садах. Делегацию сопровождала и наша съемочная группа. Кубик! А давайте я в шаге и 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 в шаге. Ну и как тут устоять? Как, глядя на это маленькое чудо, у больших чиновников поднимается рука на сокращение финансирования системы образования? Как принимаются решения, в ту или иную мере ущемляющие местные власти в распределении бюджетных средств? Поднимаются. Принимаются. А вот чего стоит отстоять право каждого крохи на счастливое детство, известно только местным руководителям. Потому что они здесь. Потому что они родители. Потому что они могут прийти в каждую школу, в каждый детсад, взглянуть на проблемы изнутри и набраться энергии, необходимой для защиты интересов города, высших и желонных власти. Самое главное это то, что еще раз убедился в том, что система образования, которая существует в городе, она является главным приоритетом и должна являться в городской политике. Образование, воспитание детей, оказание помощи семьям, детям, папашам в трудножизненной ситуации. Это то, чем город всегда был силен. Это то, что нужно сохранить, несмотря ни на какие внешние воздействия. В четвертом детском саду, где побывал мэр Вячеслав Гладков в рамках встреч с коллективами образовательных учреждений, вместе с обычными живут и учатся особые дети. Детсад комбинированного типа. Старые здания, изношенные горки и песочницы, отсутствие парковки. Проблем много. И все они были озвучены в ходе диалога коллектива детсада с главой администрации. И все они станут одной из составляющих при формировании бюджета на будущий год. Куда сколько денег будет направлено, пока точно неизвестно. Однако точно, что сокращение финансирования системы образования местная власть не допустит. Вячеслав Гладков подтвердил, что практически половина местной казны будет отдана в образование. Дядя! Дядя, свидание, пока! Пока! Сегодня исполняется 95 лет со дня создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. В 20-е годы они защищали страну от иностранных интервентов. В 40-е боролись с фашистами. Молодая гвардия, юные мстители – это они, комсомольцы. Донбасс, Днепрогэс, Казахстанская магнитка, нефтепровод «Дружба», Байкал-Амурская магистраль. Все эти великие советские стройки тоже по праву носят имя комсомольских. Вовлеченная в преобразование молодежь была символом подъема страны. И чтобы не говорили сегодня о тоталитарности и заорганизованности в ЛКСМ, молодежь 80-х вспоминает о своей комсомольской юности с благодарностью. Андрей Строителев – комсомолец со стажем. Успел даже поработать на руководящих должностях. Был инструктором школьного отдела горкома комсомола, а потом секретарем комсомольской организации управления коммунально-бытовых предприятий. Отношение к той эпохе у него скептическое, но Андрей признает, что организация молодежи – дело серьезное и нужное. По крайней мере, это было какое-то направление движения. И сегодня, если, наверное, будет вопрос, направление движения все-таки важно. Но не без такой-то замкнутой системы, которая не позволяет инакомыслия. Это факт. В этом году Коммунистический союз молодежи празднует 95-ю годовщину создания. И в нашем городе есть люди, которые отмечают этот праздник, собираются, чтобы вспомнить годы своей комсомольской юности. То время, которое прошло, я считаю, не зря было прожито. В общем, занимались мы, я считаю, настоящим делом. Вовлекали молодежь во всякие мероприятия. То есть занимались спортом, культурной жизнью, концерты и все такое прочее. Помогать слабым, защищать слабых, помогать старым, защищать старых, строить, возводить. Одним словом, быть всегда первыми и никогда не показывать, что устали. Откуда брали силы и энергию, активисты сказать не могут. Объясняют, жизнь была такая, по-другому не получалось. Так комсомол воспитывал в молодых людях чувство ответственности за собственные поступки. И посрамить звание комсомольца, оказаться достойным заветного билета. Самый важный, самый первый важный экзамен в моей жизни. Получить билет с большим трепетом, с огромным уважением тем, кто сидел в комиссии. Уважаемые люди, которые могли задать очень сложные, страшные какие-то вопросы. Деятельность комсомольцев – это не только участие во всевозможных мероприятиях, организация акций и концертов. Это еще и простое человеческое общение, крепкая дружба и ощущение причастности к чему-то важному и значительному. Комсомольцы тех лет считают, что и в наши дни такая организация необходима. Я думаю, он остался бы таким же. Вот комсомол – это вот мобилизовал вокруг себя, ну, как сказать, активных, юных, активных. Если бы была вот такая организация, может быть, она не комсомол называлась, но, наверное, нашей молодежи было бы чем заняться. Я думаю, что они бы тоже нашли сами себя. Что-то должно быть. Не так, как сами себе сегодня предоставлены. То есть, должны вовлекать молодежь во все дела. Дел их на сегодняшний день очень много. Но со всем этим нужно разбираться именно молодым. Хотя закаленные активисты и сейчас были бы не прочь в чем-нибудь поучаствовать и повести других за собой. Сколько? Молодцы! Молодцы! С праздником вас! Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Сегодня гость прямого эфира на комсомольской работе проработал с 1981 года. Он был заведующим отделом Зареченского городского комитета ВЛКСМ. С 1983-го перешел на работу в область и до 1990 года был секретарем обкома комсомола. Игорь Геннадьевич Чудновский, добрый вечер! Добрый вечер! Игорь Геннадьевич, вы отмечаете 29 октября? Отмечаем. Отмечаем каждый год. У нас есть такая традиция, мы собираемся. Но в обкоме комсомола мы собираемся в 3 часа дня каждый год, 29 октября, для того, чтобы сфотографироваться всем составом обкома комсомола. Но потом мы вспоминаем наши годы комсомольские. Есть что вспомнить? Конечно, конечно, есть. О том, о чем вы вспоминаете, когда встречаетесь и вообще, что дал комсомол тем, кто отдал ему, наверное, всю свою юность. Мы обязательно с вами поговорим после окончания информационного блока нашей программы. Ну а пока продолжаем. Детское отделение Зареченской медсанчасти посетили чудики. Волонтеры творческой мастерской «Чудо-дерево» пришли в гости к ребятам, проходящим лечение в стационаре. Волонтерское движение «Больничный клоун» успешно существует уже не первый год во многих странах мира. Теперь его решили внедрить и в Заречном. Первый опыт в следующем материале выпуска. Воздушные шарики, подвижные игры и громкий смех. Больница хоть и детская, но так весело здесь еще не было. Хорошее настроение и буря эмоций маленьким и не очень пациентам медико-санитарной части принесли волонтеры творческой мастерской «Чудо-дерево» или, как они сами себя называют, чудики. Человек, который лежит в больнице, для него это огромный стресс, а тем более для детей. Поэтому мы хотим, чтобы и наши зареченские дети тоже улыбались. Поэтому наши чудодеи на полчаса превращаются в докторов-чудодеевых. И их задача – сделать укол веселья, от которого дети получили булы. Каждому, кто прошел шуточную вакцинацию, полагается фигурка из шарика – собачка или сабля, по желанию. А дальше можно и к играм приступать. Для детей обычная игра, для волонтеров – настоящий экзамен. Такую акцию в Заречном организуют впервые. Поэтому было очень важно, как пройдет именно эта встреча. Пока не уверена немножечко, потому что надо посмотреть, что это вообще такое, как с детьми. Но очень интересно и очень здорово осознавать, что ты приходишь к детям. И, может быть, подаришь им хотя бы маленькую частичку счастья, когда они в больнице. Все-таки это не очень уютно. Старания зареченских больничных клоунов даром не прошли. Эти полчаса пациентам детской больницы запомнятся надолго. Ведь так весело здесь бывает редко. Обычно ребятам самим приходится себя развлекать. Мы играем во что-то. То есть всем отделением собираетесь играть? Да нет. У кого вот телефон можно, игры есть какие-нибудь. Ну, играем просто. Чудики пообещали, что визиты к ребятам станут регулярными. Кроме того, радость волонтеры собираются нести не только пациентам больницы. В скором времени аниматоры побывают в Доме ветеранов. Светлана Демина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». И о происшествиях. Сегодня в городе произошел пожар. Сообщение о возгорании в коммунальной квартире по проспекту «30-летие Победы» поступило на центральный пункт пожарной связи около 9 утра. Пожарных вызвала соседка погорелицы. Они замедлительно выехали на место. Из огня пожарные спасли трех человек, включая грудного ребенка. Хозяйку сгоревшей комнаты спасатели обнаружили за диваном. Ее передали врачам скорой помощи. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать непотушенная сигарета. В течение этого года в «Заречном» произошло 17 пожаров. В огне погибли 4 человека. Причина большинства пожаров – неосторожное обращение с огнем. Стоит задуматься. И о других темах. Лосеи в «Заречном» станет меньше. Предположительно, на 6 особей. Проблему выселения сахатых сегодня обсуждали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. И об этом расскажет Светлана Демина. Несколько зареченских лосей сменят место жительства. Это решение утвердили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Речь идет о 6 особях, которые представляют потенциальную угрозу. Это лосиха с лосем, который уже с лосенком, но он уже как бы с рогами, то есть трехлеток. Речь идет о выдворении с территории города двух лосей сахатых, которые вышли у нас совсем недавно к ФОКу. И ведут себя достаточно агрессивно. Планируют переселить и лосиху с двумя лосятами, которых недавно удалось вылечить. Горожане, привыкшие к соседству с дикими животными, с таким решением не согласны. Их нигде больше нет. Только за речными есть лоси. Животные братья наши меньше. Как же их выслать-то? Да нет, мы не против. Просто правильно, вот случаи такие бывают, то что бодают, то людей. Нужно просто осторожно проходить мимо них. Я осторожно хожу, они меня никогда не трогают. Экологи объясняют, решение о переселении лосей принято из соображений безопасности горожан и их имущества. Период гона у животных уже подходит к концу, но впереди зима и могут возникнуть другие проблемы. Лось ведет себя более или менее спокойно, но посыпка дорожного покрытия песчано-соляной смесью влечет лосей к еще более негативному поведению. То есть может быть нанесен ущерб имуществу горожан, когда лося подходят и слизывают с машин, пытаются слезать налипшую вот эту песчано-соляную смесь. В Заречном уже были случаи порчи имущества. Три года назад любитель песко-соляной смеси поцарапал несколько машин, когда пытался слезать ее с колес автомобилей. Тогда с территории города вывезли четверых лосей. Ни один из них не пострадал. Так будет и в этот раз, обещают экологи. Для вывоза лосей пригласят опытных специалистов. На подготовку у сотрудников управления природными ресурсами есть неделя. На следующей начнутся мероприятия по вывозу лосей из города. Светлана Темина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». У зареченцев остается совсем немного времени для того, чтобы стать абонентом нашей телерадиокомпании на самых выгодных условиях. Акция «Подключайся» завершится в ближайшие дни. Ирина Герасимова с подробностями. Смотришь больше, платишь меньше. Это не загадка, это акция от телерадиокомпании «Заречный». Подключившись к новому базовому пакету телеканалов, вы получаете 30 каналов вместо 10, а цена остается прежней. Чтобы успеть стать абонентом нашей телерадиокомпании на таких выгодных условиях, стоит поторопиться. Акция продлится только до 1 ноября. Заполучить новый пакет телеканалов могут и те, кто уже является нашим клиентом. Для этого нужно лишь перейти с социального телепакета на базовый. Каналов в телевизоре прибавится, а вот платить, как и те, кто вновь подключился, на протяжении трех месяцев вы будете только 70 рублей вместо 130. Кроме финансовой выгоды, базовый пакет обладает и другими достоинствами. «Базовый пакет телеканалов удовлетворяет, на мой взгляд, потребностям широких масс населения, то есть получение интересующей их информации. Это во-первых. Во-вторых, соотношение цены-качество». Быть абонентом нашей телерадиокомпании выгодно еще и потому, что мы находимся рядом и всегда готовы в случае проблем быстро прийти на помощь. «Нашим же потенциальным абонентам хочу сообщить, что только в нашей телерадиокомпании обслуживание абонентов наших происходит в течение нескольких часов, в крайнем случае на следующий день, в случае возникновения неисправности». «Главное достоинство телерадиокомпании как кабельного оператора – наша мобильность, потому что мы готовы лично выслушать каждого нашего абонента и по его желанию изменить что-либо в нашей работе. Мы действительно доступны и с удовольствием ждем каждого, кто подпишет новый договор с телерадиокомпанией». Без малого из 14,5 тысяч наших абонентов каждый третий смотрит базовый телепакет. За время проведения акции количество наших абонентов еще выросло. «Акции проводятся с 31 июля. За этот период времени к нам подключилось 198 абонентов. Как никогда в последнее время идет очень много звонков и как никогда много подключений, особенно в последнее время. Мы надеемся, что по истечении трех месяцев те, кто подключились, абоненты наши, останутся нашими, останутся в нашей телерадиокомпании «Заречный». Торопитесь и вы стать абонентом телерадиокомпании «Заречный». До конца акции остается совсем немного времени. Ирина Герасимова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». И далее о спорте. Юные зареченские боксеры удачно выступили на открытом первенстве Пензенской области. Всего в соревнованиях сильнейших боксеров Сурского края 1998, 1999 и 2000-2001 годов рождения участвовали 7 воспитанников детской юношеской спортивной школы «Заречного». Лев Малышев стал победителем соревнований в своей весовой категории. Денис Коршунов и Илья Бызов стали бронзовыми призерами. И сегодня стартовал второй этап Кубка России по баскетболу. В нем в шести подгруппах участвуют 24 команды. Наш Союз проведет игры в Воронеже. Соперниками наших баскетболистов будут спортсмены из Ростова-на-Дону, Саранска и Воронежа. В нашей подгруппе участвуют две команды Суперлиги и две команды Высшей лиги. Первая игра состоялась сегодня. Союз встречался с командой «Рускон» Мордовия из Саранска. В матче победили игроки Суперлиги. Игра закончилась со счетом 69-56 в пользу команды Саранска. Впереди у наших баскетболистов еще две игры. Завтра они встречаются с командой Суперлиги из Ростова-на-Дону. И 31 октября играют с командой, выступающей в этом году в Высшей лиге. Сагдиана Скиф из Воронежа. Тяжело, конечно, с такими командами, естественно, Суперлиги будет бороться. Но будем свои планы, то есть нарабатывать то, что у нас в большей степени не получается. То есть не будем какую-то ставить задачу, то есть умрем, но победим. То есть будем ставить задачи для того, чтобы наигрывать в дальнейшем на сезон, чтобы нам в сезоне в регулярном чемпионате что-то подтянуть и что-то исправить, какие-то ошибки. Через несколько минут мы вернемся к разговору о всесоюзной комсомольской организации. Ну а пока реклама. Уважаемые жители города Заречного, я испытываю глубочайшую радость от того, что в вашем прекрасном городе открыт новый магазин «Канцлер». Я думаю, каждый посетитель, который придет в наш магазин, найдет для себя что-то нужное и интересное. «Канцлер» в Заречном – это не просто магазин канцелярских товаров. Это место, где покупатель может приобрести практически все необходимое для учебы или работы в офисе. Школьников ждет огромный выбор ручей, карандашей, тетрадок, дневников в разном стиле, в разном ценовом диапазоне. Юных учеников поразит ассортимент папок, пеналов и школьных рюкзаков. И не думайте, что покупать портфель уже не время. Именно сейчас красивые и качественные ранцы обойдутся вам значительно дешевле. «Канцлер» в Заречном – это настоящий рай для любителей творчества. Здесь вы найдете не только всевозможные мозаики, конструкторы, но и наборы для 3D-аппликаций, выжигания, мыловарения. В магазине обещают, что в ближайшее время ассортимент этих товаров пополнится еще на 200 позиций. Приобрести в «Канцлере» можно не только стандартный набор товаров для офиса, ежедневники, записные книжки, блокноты, ручки, папки, бумагу, но и оргтехнику, а также все для комфортной работы – микроволновые печи, чайники, кофеварки и даже гигиенические средства, чтобы в офисе всегда царили чистота и порядок. Периодически радует «Канцлер» своих покупателей необычными акциями. Ежемесячно в магазине «Канцлер» будут проводиться различные акции, поэтому следите за акциями, приходите в наши магазины. Вот на данный момент у нас проходит акция по продаже флешек. 4-гиговую флешку каждый покупатель может приобрести в магазинах «Канцлер» за 130 рублей. Каждый именинник получает в день своего рождения 10% скидку на канцелярские товары. Выгодно совершать покупки в магазине по выходным. В субботу и воскресенье каждому клиенту скидка в 7%. Не забыли в «Канцлере» и о статусных вещицах. Эксклюзивным товаром здесь отведена целая витрина. Ручки, наборы для офисного стола, элитные аксессуары с кристаллами Сваровски. Также разнообразный выбор кожгалантереи. Наши двери всегда открыты для вас. Я жду вас всех в нашем магазине. Магазин «Канцлер» расположился в здании налоговой полиции по адресу Заречный 1. Работает с 9 до 20 часов, без перерыва и выходных. Всем, всем, милым дамам! Открылся отдел верхней женской одежды «Юнона Шик». Новая коллекция пальто и плащей от 40 до 70 размера. Высокое качество и доступные цены от производителя. Наш адрес – торговый центр «Ряд», второй этаж. «Юнона Шик». Роскошная одежда для каждой женщины. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Повезло заполучить на производство «Золотые руки». Не пора ли вложить в них достойный инструмент? И вам не придется отправлять за ним гонца в столицу или ждать пакеты из Германии. Достаточно всего лишь подняться на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Здесь находится специализированный отдел, заполненный инструментом высшей категории от самых надежных мировых производителей. Прославленное выносливостью и удобством оборудования для строителей, сантехников, электриков и прочих мастеров высшего класса может прийтись по руке и главе семейства в домашнем арсенале, но создано профессионалами специально для профессионалов. Готовы поднять свое производство на новый уровень? Поднимитесь на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Медицинская клиника здоровья предлагает широкий спектр ультразвуковой диагностики различных органов. Обследование проводится на аппаратуре последнего поколения. Медицинская клиника здоровья. Телефон 652640. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты, в Юсте ты. Телерадио компания «Заречный» приглашает друзей на дискотеку. 22 ноября. Дом молодежи. Билеты уже в продаже. Телефон для справок 601319. Быть ли в Заречном храму зависит от каждого из нас. Поддержите доброе начинание. Внесите посильную лепту в возведение храма Рождества Христова. Пожертвования можно опустить в жертвенные кружки или перечислить средства на расчетный счет. Построим храм всем миром. Итак, мы вновь в студии прямого эфира. Я напомню, что сегодня с нами беседует Игорь Геннадьевич Чудновский. Ну, наверное, бывших комсомольцев не бывает, да, Игорь Геннадьевич? Я думаю, да. Итак, комсомолец Игорь Чудновский. Что вы вспоминаете из своей комсомольской юности? Ну, вспоминать можно очень долго, много вспоминать. Это, в общем-то, были самые лучшие годы, может быть, в принципе, физиологическому человеку любого. Это молодость, юность, конечно, романтика, любовь, увлечения различные, так сказать. Как об этом не вспоминать? Об этом вспоминать каждый человек независимо, комсомольца или нет. Как вы полагаете, вот комсомол, что он вам дал в жизни? Я думаю, что лично мне комсомол дал очень многое. Ну, прежде всего, так сказать, если учитывать то, что я работал на заводе на ПО Старте или ППЗ тогда в качестве слесаря, и потом, так сказать, у меня такая комсомольская карьера сложилась, и в жизни, так сказать, получилось, что... Я считаю, что это благодаря комсомолу, который дал мне организованность, который дал мне возможность научиться общаться с людьми, организовывать этих людей, управлять людьми. То есть то, что мне в жизни сегодня пригодилось. Вот есть такой стереотип, что все комсомольцы, они в сегодняшней жизни все очень хорошо устроены. Вот действительно ли это так, и как складывается судьба бывших комсомольцев? Да. Ну, во-первых, я хочу сделать тут некую корректировку вопроса комсомольцы и комсомольские работники. Мы имеем в виду, что это комсомольские работники, да, те, которые профессионально этим занимались. Ну, я вам должен сказать, что это такой действительно расхожий стереотип, но он не соответствует, так сказать, зачастую действительности. Я просто знаю людей, которые меня окружают. Не у всех сложилась судьба успешно, удачно. Некоторые действительно сегодня востребованно занимаются, в администрациях работают, управленцами, так сказать, являются на государственных учреждениях и предприятиях. Кто-то в бизнес, так сказать, ушел. Но это далеко не все. Далеко не всем и повезло, недалеко все справились, так сказать. У некоторых судьба сложилась весьма, так сказать, трагично, печально, так сказать, по-всякому. Но, тем не менее, все-таки комсомол, он давал какое-то вот это вот умение организовывать себя и людей. Безусловно. Ну, во-первых, надо заметить, что комсомольские работники, это, ну, мне сложно, конечно, говорить, поскольку я к ним имею прямое отношение, но это далеко не самая худшая была часть молодежи, так сказать, скорее всего, это лучшая была часть молодежи. И попасть на работу, допустим, в такие структуры комсомол, как обком, там, ЦК и так далее, это, в общем-то, и почетно, и значимо, и непросто было. То есть ты должен обладать определенными, так сказать, знаниями. Во-первых, ты на публике, ты выступаешь людьми, ты должен обладать определенными знаниями, так сказать, у тебя должен развить быть интеллект, умение управлять людьми, еще раз я говорю, да. То есть ты должен выделяться чем-то от основной массы молодежи, что, собственно говоря, и отличает лидерам. Комсомольские работники, как правило, обладали лидерскими качествами. Критики комсомола говорят, что она была очень формальной, эта организация. Вот насколько, с вашей точки зрения, вы действительно искренне верили в те идеалы? Вы действительно искренне хотели стать комсомольцами и искренне там вот работали? Ну, комсомольская организация, как такая ВЛКСМ, это все-таки была организация, которая соответствовала духу тому времени. Была коммунистическая партия, у нее был резерв комсомол, и, в принципе, все на это было на цели. Такова была логика развития общества на тот момент. И комсомол с этим справлялся хорошо. Сказать, что мы занимаемся каким-то с обманом, нет. То есть, действительно были идеалы, действительно были стремления, много было конкретных, положительных и позитивных моментов. Но это было тоже не всегда. Когда в стране начались перемены, 1985 год, перестройка и прочее, то молодежь, как свойство, собственно, молодежи, начала быстро переориентироваться. Она быстрее начала смотреть и соображать, что, так сказать, надуманного, что реального, к чему надо стремиться. И комсомол начал видоизменяться, так сказать, особенно с 1985 по 1990 год. И формальное движение, Центр научно-технического творчества молодежи появляется. Там много всяких, так сказать, организаций, которые позволили творческой молодежи, интеллигент, интеллигенции, те, которые научная молодежь была, в общем-то, проявить себя. Спасибо огромное, Игорь Геннадьевич. И желаю вам и дальше сохранить вот этот молодой комсомольский задор. Спасибо. Спасибо. И это все на сегодня. Спасибо за внимание. До встречи на родном канале «Заречная» и только хороших вам новостей. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Качественные пластиковые окна. Надежные стальные двери. Модные натяжные потолки. Высокотехнологичные кондиционеры. Вертикальные и горизонтальные жалюзи. С компанией «Ремстрой». Вертикальные и горизонтальные жаля. Телерадио-компания «Заречный» приглашает друзей на дискотеку. 22 ноября. Дом молодежи. Билеты уже в продаже. Телефон для справок 60 13 19. Билеты в каниж Burn с 5 20. Только на связи. И проси. Субтитры сделал DimaTorzok Увала BSN ito. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Увала BSN